Дорогие друзья, рады вас приветствовать в нашем новом заседании философского семинара. Мы сегодня встречаемся в первый раз здесь, в нашем новом турнире, в ЛЮДА. Следующее заседание философского семинара состоится 12 декабря. Тема пока уточняется. Хочу также пригласить вас на наш воскресный лекторий, который стартует 14 октября, начало в 14.30. Общая тема «Ерт Толстой и русские писатели», цикл лекций, продлился он до 23 декабря. С милости просим, рекламу тоже можно взять на столики. А сегодня у нас долгожданная встреча с Татьяной Александровной Касаткиной, доктором психологических наук, заведующей отделом теории литературы Института мировой литературы РАН, ведущим специалистом по творчеству Достоевского. И тема весьма и весьма интересная. Она так или иначе связана с идейным минерами Петра Михайловича, Достоевского и Ивана Николаевича Толстого. И вот передаю слово Татьяне Александровне. Спасибо большое. Я, с одной стороны, об этой теме, ну вообще дал слово Достоевского, и как бы их взаимодействие, которое происходило каким-то образом поверх прямого взаимодействия. Потому что, как известно, они никогда не встречались. Причем был очень интересный момент, когда вроде бы они находились вместе в одном помещении, вот, и оба разговаривали с одним и тем же человеком, с Краховым. Вот, он так их друг другу и не представил. И оба потом ему выговаривали за это, за ручно. Вот, но я думаю, что здесь конфигурация событий на самом деле интереснее, потому что, ну все-таки, находясь в одном помещении, два таких, две такие крупные фигуры русской литературы, могли бы как-то половить свое присутствие просто даже подвижения окружающих людей. Вот, и то, что они не встретились, это отчасти, ну как бы, вот это внутреннее какое-то, внутреннее, не знаю что, что-то, что им, может быть, подсказывало, что вот этой вот прямой встречи лучше бы и избежать. Лучше бы и избежать, потому что то, что они говорили друг другу, так сказать, как бы заочно, оно настолько больше, насколько этот разговор, настолько больше любого разговора возможного приличной встречи, что она как бы только, ну добавит что-либо ясности, вместо того, чтобы что-то прояснить здесь. Причем, я думаю, что если мы сегодня поговорим обо всем, о чем я собралась поговорить, или хотя бы даже, отчасти об этом поговорить, нам будет понятно, почему, собственно, вот эта встреча была так затруднена. Вот, роман Достоевского идет, который написан в 1865 году, ну закончен, да, как бы писался в 1868 году, он, собственно, создан задолго до всех высказываний Долстого, прямых, к которым этот роман, можно сказать, как бы переделать. Это совершенно для меня загадочная ситуация, хотя отчасти, в общем, это можно, конечно, объяснить удивительным экземетическим талантом Достоевского, который уже по статьям, ну, естественно, по художественным текстам, но в том числе по статьям, которые Долстой издавал в журнале «Ясная поляна» в 62-м, в 63-м годах, сумел увидеть, как бы, что, собственно, вот, что предполагает вот это вот его состояние души, что ли, из которого вырастают его теоретические концепции о том, как учить и как жить. Вот, и, собственно, их вот такой вот прямо прямой диалог, он состоялся только однажды в 1777 году в журнале «Длиник писателя» по поводу Анны Калининой, к которой Достоевский дважды обратился, она выходила издание, ну, выпусками, да, в журналах, и мы сейчас не будем почти говорить о втором обращении к Анне Калининой, где, собственно, произошел спор по поводу русско-турецкой войны между ними, и отношением к Боротьям, к Славянам. Вот, а мы поговорим немножко совсем о менее известном обращении Достоевского к той главке, где Левин и Стива разговаривают о справедливости и несправедливости распределения восходимых благ. И о том, какие выгоды каждый, собственно, из писателей поделает вот из этой вот ситуации, когда уже все, как подчеркнет Достоевский, задумались вот об этой справедливости и несправедливости распределения. Я напомню, что там говорит, собственно, Стива и Левин, да, они говорят о том, что вот несправедливо все эти концессии, все вот это вот новое развивающееся капиталистическое производство, оно очень несправедливо, потому что оно берет в десятеро там, так сказать, за то, что стоит, соответственно, в десять раз меньше, да, и даже больше, так сказать, разрыв между вот этими цифрами. И как бы вот это вот, что называется, выдирание кусков из живого народного тела, да, вот в свое пользование, оно, значит, с точки зрения Левина очень несправедливость, чем Стива абсолютно не спорит, так говорит, что, ну да, конечно, но, прости, это так же несправедливо, как то, что ты за свое вот хозяйство, да, получишь пять тысяч рублей, когда это было очень много, вот, а мужик вот, у которого мы тут остановились, да, на охоте получат за год максимум 50 рублей, да, и вот этот разрыв, он как бы, он никогда не уничтожится, там, чтобы не делать. И Левин говорит, да, я понимаю, что это несправедливо, и на что Стива ему говорит, ну, тогда тебе остается, значит, либо как-то попытаться, либо решить, что это, ну, так принято, и так как бы устоялось, и просто вписаться вот в это, да, в общее движение, либо, значит, если ты считаешь, что это несправедливо, как и я считаю, да, то просто пользоваться вот этой несправедливостью с удовольствием. Собственно, что ты? Ну, он говорит, можешь отдать, конечно, еще этому мужику свое имение. Есть вариант. И он говорит, нет, но я чувствую, что это тоже было как-то несправедливо, вот и по отношению к моей семье, и вообще вот я не понимаю. То есть Стива, как бы, здесь гораздо примирением и откровением, и он говорит, что да, я как бы все, все это возьму, буду проживать с удовольствием, все, что у меня получится взять, а Левин, и для достоевства это очень дорогой момент, он всерьез задумывается и говорит, что нет, я бы никогда не смог пользоваться вот этим всем, что я владею, если бы я точно был уверен, что это несправедливо. Он даже ему так говорит, ты бы не смог этим пользоваться, если бы ты был уверен, что это несправедливо, а потом он говорит, ну, по крайней мере, я бы не смог. Вот. И тогда Достоевский говорит о том, что да, это как бы, это вот такой прекрасный расцвет вопрошающих людей, которых появляется в России все больше и больше, и которые хотят что-то и немедленно сделать для того народа, который, как они видят, оказался в результате вот всех этих освободительных действий еще больше дня, чем до момента, как, так сказать, вот этого освобождения крестьяне. И Достоевский говорит, что, вот, дорогие молодые сердца, если вы хотите действительно что-то для этого сделать, идите просвещать народ. И вот здесь мы подходим как раз к вопросу о том, что такое с точки зрения Достоевского вот этого самого просвещения, и что такое обучение с точки зрения Толстого. Но сначала я прочитаю вам еще один и совсем другой ответ Достоевского, тоже примитивный, потому что то, что я прочитаю с Толстого, написано в 82-м году, а то, что отвечает Достоевский, написано еще в 80-м году. Вот. Но они вот постоянно так разговаривают. Как-то вот так вот. Вот. И несмотря на то, что казалось бы, мы сейчас уйдем куда-то совсем в другую область, мы потом поймем, что все это вещи, которые на самом деле об одном и том же. Об одном и том же, об одной и той же разнице в базовом мировоззрении, в базовом подходе вот этих вот великих людей. Итак, значит, что нам делать, да, Толстого? Что делать? Что именно делать? Спрашивают все. И спрашивал я до тех пор, пока под влиянием высокого мнения о своем призвании не видел того, что первое несомненное дело мое было то, чтобы кормиться, одеваться, отопляться, обустраиваться. И в этом же самом служить другим, потому что с тех пор, как существует мир, в этом самом состоялась, состоит первая несомненная обязанность всякого человека. Обязанность человека борьбы с природой для приобретения средств жизни всегда будет самой первой несомненной из всех других обязанностей, потому что обязанность это и есть закон жизни, отступление от которого влечет за собой неизбежное наказание по уничтожению или телесной, или родной у человека. человек. В той же статье Толстой выдаваривает практически ту же мысль, гораздо короче и афористичнее. Если вам так жалко густавшую лошадь, прежде всего слезьте с нее. Вот. И, казалось бы, это совершенно очевидно рекомендация. А между тем, ну, если даже подумать над этой метафорой, да, и оставаясь пока как бы в этом вот прямом, я бы сказала, я думаю, что Дестерский его звезд очень любил, потому что Толстой умудрялся всегда поставить вопросом настолько в лоб, что, в принципе, никто от них как бы уклониться и вернуться уже не мог. хотя, тем не менее, нам до сих пор удается. Вот. И вот этот вопрос, да, что сказать, прежде всего слезьте с нее. Казалось бы, он, казалось бы, ответ очевиден. Но с другой стороны, после того, как мы слезли слушать, что будет слушать? Ну, то есть, если мы, наконец, совсем начинаем просто исключительно ходить на своих ногах, лошади нам больше незачем не нужны, и мы видим, что происходит, то есть, просто поголовь, то поголовь лошади начинает истребляться. Вот. И сейчас оно только немного начинает восстанавливаться, после того, как люди все-таки решили, что въездить на лошадях им бы хотелось. Ну, То есть, вот этот вот, казалось бы, очевидный ответ, а Толстой всегда дает именно очевидный ответ, как бы ответ, максимально согласующийся со здравым смыслом. Вот действительно, нельзя сидя на ком-то говорить, ох, как мне его жалко, и как мне, так сказать, его облегчить, ну, слезть сначала. Вот. А с другой стороны, оказывается, что в чуть-чуть более долгосрочной перспективе это совершенно невыходимый вариант. Даже на уровне той метафоры, которую предлагает сам Толстой. Вот. Потому что Толстой действительно очень прямолинейен везде. Он говорит о том, что прежде всего, вот что значит слезть с нее, да, с полуши, человек должен перейти на самообеспечение, человек должен перестать терзать своими базовыми потребностями на всех окружающих. Вот. И это, как бы, главная задача любого человека. Очень интересно попытаться увидеть, что стоит за этим требованием. За этим требованием стоит какое-то самое исходное, какое-то даже не отрефлексированное представление о человеке как об абсолютно автономном существе. Кстати, в той же статье он и будет много говорить против Агюста Конта, который, так сказать, вот эту вот новую идею выдвинул, да, о человечестве как организме, то есть, ну, очень старую идею в очередной раз выдвинул о человечестве как организме, и достой будет со всей, так сказать, яростностью доказывать, что это совершенно не имеет никакого отношения к действительности. Вот. Таким образом, единственная возможность восстановить справедливость вот в этом человеческом и ужасном мире, это до эти границы разделения между людьми до некоторой несокрушенности. Чтобы мы не смели преодолевать особенно насильственно эту границу, навязывая человеку необходимость того, чтобы он нам служил. при этом очень интересна точка, в которой Толстой находится, когда он все это говорит. Он все время находится в себе, потому что я должен работать, так сказать, там даже есть чрезвычайно интересная мысль, о том, что базовое обеспечение себя, это обеспечение физических потребностей, а вот базовое обеспечение меня другим, в смысле мной другого, это обеспечение моих духовных потребностей. То есть главная моя духовная потребность это больше работать на другом. И вот это действительно уровень Толстого как великого моралиста, потому что внутри морали мы собственно ничего другого не можем сказать. Можем сказать, только прекрати брать, начни отдавать. Вопрос однако в том, что вы человек вообще говоря тоже может воспитать духовную потребность, которая в том числе выразится и в том, что он захочет что-то сделать для нас, и что-то отдать нам. Для Толстого как-то здесь почти не разрешена проблема. Как только мы начинаем брать, мы уничтожаем даже свое собственное движение в в духовной духовной сфере. Вот как собственно на эти рассуждения, хотя еще до появления этих рассуждений в полноте. Но надо сказать, что тут отчасти что-то можно сказать разрешение всех загадок, что Достоевский где-то в 79-80-м году читал переписку Толстого с Александрин Толстой, которая была его абсолютно идеальным таким корреспондентом, и которая собственно сама попросила Достоевского прочесть эти письма. Я думаю, что там что-то и много было сказано долго до выхода всех этих текстов в печатном виде, что однако не о них 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 так вот значит что отвечает собственно Достоевский Толстого уже то есть отвечает он на самом деле Городовского дневника в единственном номере дневника обязательства который выходит в 1880 году и отвечает он собственно по поводу взаимодействия как бы и вот этого возможности взаимодействия людей между собой и их равенства для Толстого слово равенство тоже будет чрезвычайно важным кстати я сразу скажу чтобы мы это ни в коем случае не забыли я буду думать что мы уже это знаем в том же духе даже обучение он определяет чрезвычайно интересно единственная цель обучения это достижение равенства между обучающим и обучающим себя так бы это момент прекращения обучения опять-таки он это очень так так явно красиво и подробно доказывает как вот сказать что собственно суть вещи постигается именно из того где пролегает вот это ее обранница и никакая другая вещь не заканчивает обучение оно может быть продвигаться бесконечно в каком-то смысле кроме вот этого кроме достижения вот этого равенства между обучающимся и обучающим вот поэтому собственно цель образования любого это именно достижение равенства вот и вот здесь достойки отчасти в том числе говорит о равенстве и так вот он что пишет представьте что в будущем обществе есть Кеплер Канда Шекспир они работают великую работу для всех и все сознают и сознают и чтут их но некогда Шекспиру отрываться от работы убирать около себя вытещать комнату выносить не нужно как вы понимаете он говорит просто ровно вот о тех же пунктах о которых говорил Толстой со всей яростью требует каждого чтобы он этим занялся для себя сам вот и освободил наконец людей которые втянуты вот в это ужасное его обслуживание и не могут так сказать проживать свою жизнь вот значит некогда Шекспиру до конца от работы и поверьте непременно придет к нему служить другой гражданин сам пожелает с твоей волей придет и будет выносить у Шекспира ненужное что же он будет унижен рад отнюдь нет он знает что Шекспир полезнее его бесконечно честь тебе слава и я рад послужить тебе хоть каплей и я послужу тем на общую пользу ибо сохраню тебе часы для великого твоего дела но я не рад именно сознавшись в том что ты Шекспир выше меня своих денег и придя к тебе служить я именно этим сознанием и доказал что по нравственному достоинству человеческому я ниже тебя нисколько и как человек тебе равен да да он и не скажет этого тогда уже по одному тому что и вопросов тогда таких не возникнет вовсе да и немыслимо они будут ибо все будут воистину новые люди христовы дети а прежнее животное будет побеждено здесь сказаны вещи которые нам очень много объясняют в том что говорит и каким образом настаивает на вот этих своих утверждениях толстой вот он собственно берет человека вот в этой его животной природе природе прежде всего потому что это природа выживающая а он говорит именно о базовых условиях выживания все время да вот это так сказать фундаментальное обеспечение выживания говорит каждый должен быть к нему причастен а во вторых он говорит о природе почему как бы вот именно о животных что называется природой человека в каком смысле и почему потому что это единственный уровень на котором можно говорить даже не о равенстве а об одинаковости всех потому что Толстой все время хочет для того чтобы достигнуть равенства уравнять вот эти вот базовые условия бытия как бы свести их вот этой вот природе и к преодолению соответственно окружающей я понятно спасибо то есть он направлен на это базовое обеспечение Достоевский никогда не берет человека в таких рамках мало того он еще никогда не берет человека как бы самого по себе вне некоторой связи здесь чрезвычайно интересно будет если мы посмотрим допустим на безусловном этапе рассказ Толстого Люцерн и на сцену с негелистами в романе Диод значит принимите пожалуйста руки кто просто идеально помнит рассказ Люцерн чтобы я просто поминала в каком понятно я напоминаю в чем там дело там собственно дело в том что князь Нехлюдов любимый практически автобиографический герой Толстого видит как поет перед отелем для очень богатых людей певец тирольский такой вот такой вот человек который собственно ну из по инвалидности больше ничего не может делать сейчас добивается добывать себе еду пением удивительным которым заслушивают от которого и сам рассказчик получает вообще удивительное расплаждение и после того как он спел никто кроме Нехлюдова не дает ему ни санти вот и мало того значит на его просьбу начинают смеяться люди с галереи вот этого отеля начинают просто богатые люди начинают разворачиваться и уходить а толпа как бы народу которая стоит там за ним она просто над ним ржет потому что вот он такой вот вот так вот на всех просьбе ничего не дает вот почему-то это оказывается очень смешно вот такое человеческое унижение ну и действительно в этом можно часто наблюдать толстой это очень как всегда очень цепко схватил да вот а дальше как ведет себя Нехрюльев Нехрюльев он прежде всего приходит в ярость он оказывается как бы за этого вот певца против всех этих вот ну мерзавцев которые вот это сделали которые во-первых оставили человека заработать без копейки как он так вот наставить и во-вторых которые смеялись да над человеком доказавшим себя на том помышленной ситуации и что он дальше начинает делать он идет за этим певтом он его возвращает он приводит его в этот отель специально чтобы выпить здесь бутылку лучшего вина а их ведут в комнату которая как бы ниже ранга не там где обедают все эти люди и лакей садится в их присутствие и так далее и так далее в конце концов все уже так сказать в ужасе окружающих начиная с самого певца смотрят на правдолюца Никлюдова и в общем хотя только быстрее да оттуда как-то исчезнуть при том что это действительно почти полная распространенная биографическая ситуация толстого мы понимаем что это когда-то очень знаковая ситуация для нас так вот это вот это вот настаивание на правде одного при абсолютном игнорировании правды и достоинства других ну как бы их там и нету да потому что всегда на чем на чем на каком достоинстве можно с другой стороны наставить да но если все-таки если все-таки повнимательнее посмотреть на ситуацию да то ведь сам Никлюдов вот начинает унижать этих официантов требуя чтобы они встали в его присутствие да и так далее там происходит масса интересных вещей он попутно унижает всех кто ну да они первые начали они как бы сами так хорошие они вот поэтому всем можно ответить абсолютно уже так сказать безжалостно и абсолютно поставив их так сказать за барьер вот этого вот этого той общности которая есть общность человеческая и в которой в конце концов внутри оказывается один вот собственно это простите может быть вы потом возразите но это почти постоянная оппозиция я наконец все понял и вы все гады потому что не хотите меня слушать вот и и сейчас да и вот сейчас кто послушает тот будет хороший кто не послушает тот будет плохой он постепенно постепенно на самом деле он очень сильно возрастает на своем тексте он как-то все больше и больше меняется убирая именно первоначальную негрудовскую ярость отношения но 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 что делать при этом князь мышкин при встрече с этими самыми нигилистами которые не просто противостоят ему а которые ну вот буквально поступили с ним примерно как вот все вот эти ужасные люди поступили степцом в люцерне да потому что ведь генераль шляпанчина очень хорошо скажет по этому поводу вам все и почтение отдавая каких и не бывает вовсе а его вы как последнего человека третируете даже не человека да то есть нам все почтения а другой перед нами вообще по дениц мы идем вот интересно то есть ситуация почти зеркальна интересно при этом что мышкин оказывается абсолютно не в состоянии встать на свою сторону точно так же как он оказывается абсолютно не в состоянии встать на другую сторону то есть на сторону тех кто его унижает вот здесь вот мышкин все время оказывается на двух сторонах и вот это вот постоянный принцип рассуждения Достоевского о человеке и о своем отношении с человеком он все время имеет ввиду не только что должен я но и что другой в каком-то смысле такой же я не может хотеть вообще говоря того же в том числе вот это вот самое духовное радость от того что он отдает мне и что да конечно люди это не вот это вот странное не тот странный организм который пытается в качестве теории развенчать толстой что что нам делать не вот этот организм где все клеточки разных органов так сказать работают на что-то общее а это нечто совсем другое это какой-то другой какой-то другой способ взаимодействия людей какое-то другое человеческое единство потому что каждый в какой-то момент становится деятельным центром этого единства не то что там есть клетки мозга а есть там клетки печени или прочих обладающих органов нет со всей дела и те обречены на эту грязную работу постоянно для того чтобы клетки мозга ничем не заморачиваются вообще свою деятельность а дело именно в другом каждый способен стать в какой-то момент деятельным центром и все и повести это всеобщее человеческое тело за собой в какой-то вещи в которой он наиболее и не важно допустим если это приборка комнаты приборки комнаты тоже можно быть геми и это будет совершенно недоступно там какого-то шекспира вот что для него важно об этом стоило бы говорить много если бы сейчас не был снят замечательный сериал восьмое чувство братьями сестрами влачевски вот который собственно показывает вот этот вот момент когда каждый может взять ведущую получить ведущую роль в некоем человеческом единстве вот если вы его не видели и начнете смотреть то первые две серии надо выдержать дальше пойдет вот дальше пойдет это ну это в интернете легко находится сюда вот первые две серии надо выдержать потому что ничего не понятно мне кажется что дальше все становится вполне прекрасно вот потому что это именно другой способ существования человека выходящего за пределы своей вот этой вот отдельности на которой как на базовом принципе существовании человека Толстой и которая для Достоевского абсолютно не не просто не есть очевидная природа человека а самая главная ошибка которую может допустить человек по поводу своих мыслей о своей природе свести себя вот пускать к себе смог вот и вот здесь мы сейчас попробуем перейти к тому что тот и другой говорят о вот этом обучении и образовании и об их смысле и задачах значит потому что на самом деле очень важно сцена может быть определяющая наше видение дальнейшего романа и вот это именно сцена о мышкиных детях и так сказать о вот этом способе обучения вот толстой говорит очень интересные вещи и думаю здесь достоевский ему совершенно очередно отвечал подальше и в этом смысле вот это самое имя Лев Николаевич которое мышкин тоже носит да оно совершенно отчетливо маркировано отсылкой еще и Криво Николаевич Толстого Толстой всегда понимал что он хочет учиться сначала он это понимал видя в этом как бы вот действительно и правильную что ли движущую силу своего своих действий в мире потом он начал себя очень строго судить за вот это желание учить вот и высповеди да и что же нам делать и дальше он много раз напишет что я хотел учить ничего не ничего не умея ничего не знаю но главное для меня чтобы это учить и он как бы очень суров к себе потому что это желание учить главным образом за счет своей человеческой гордости вот это желание да встать над всеми и учить вот между тем Достоевский открывает в этом желании что-то совсем другое вот но сейчас мы еще чуть-чуть о Толстом Толстой значит во-первых вот еще раз указывает на то что вот это обучение оно имеет предел и этот предел достижения равенства с учителем вот а во-вторых он говорит и наставит на одной вещи которая как бы тоже на первый взгляд очень правильна школа должна иметь одну цель передачу сведений знания не пытаясь переходить в нравственную область убеждений верования характера целью должна быть одна наука а не результаты ее влияния на человеческую личность то есть Толстой очень четко пытается развести и разделить образование и воспитание и он очень наставит на том что влияние на личность с целью воспитания это всегда страшно порочная вещь которую из образования нужно исключать и исключать как бы без жалости да и без всякой вот снисходительности что ли я вам сейчас прочитаю некую выдержку его статьи где как бы вот он концентрировано об этом говорить преподавание и учение суть средства образования когда они свободны и средства воспитания когда учение насильственно и когда преподавание исключительно то есть преподаваются только те предметы которые воспитатель считает нужны то есть даже любая фильтрация подаваемого человеку знания уже смещает образование в сторону воспитания потому что что-то мы исключаем на каких-то основаниях что-то мы считаем что нельзя но вот я думаю что против этой маркировки там типа 16 плюс и прочее он тоже был бы очень против равно как и Достоевский безусловно мы сейчас это увидим вот тем не менее выводы все будут совершенно разные значит дальше воспитание есть принудительное насильственное воздействие одного лица на другую с целью образовать такого человека который нам кажется хорошим это на мой взгляд совершенно идеально определение воспитания то есть человека который нам кажется хорошим мы воспитываем или по своему образу или как опять-таки толстой по тому как по образу того каким мы хотели быть но это нам кажется хорошим это абсолютно не равно хорошей это именно вот это вот наше представление наше желание образование есть свободное отношение людей имеющие своими основаниями потребности одного приобретать сведения а другого сообщить приобретенное имя различия воспитания от образования только в насилии право на которое признается собой воспитание есть образование насильственное образование свободное я говорил о праве насилия в деле образования и старался доказать что во-первых насилие невозможно во-вторых не приводит никаким результатам В-третьих, что насилие это не может иметь другого основания, кроме произвола. Воспитания как предмета науки нет. В воспитании есть возведенный принцип стремления к нравственному диспатизму. Еще одно совершенно неальное определение. Воспитание есть, я не скажу, выражение дурной стороны человеческой природы, но явление, доказывающее неразвитость человеческой мысли. Воспитание есть стремление одного человека сделать другого таким же, как он сам. Я убежден, что воспитатель только потому может с таким жаром заниматься воспитанием ребенка, что в основе этого стремления лежит зависть к чистоте ребенка и желание сделать его похожим на себя, то есть более испорченным. Воспитание как умышленное формирование людей по известным образцам неплодотворно, подчеркнутостью Толстого, неплодотворно, незаконно и невозможно. Значит, все это в целокупности есть чрезвычайные силы, на самом деле, высказывания, которые вот в некоторой, так сказать, в логике, в определенных рамках абсолютно неопровержимы. Потому что, действительно, воспитание — это формирование человека без его согласия на основе своих представлений о том, каким он должен быть. О том, что, так сказать, мои представления могут быть чрезвычайно искаженными, даже говорить не надо, Толстого и многократно приводят примеры, как, так сказать, воспитывают своих детей, там, барышники-лжерсы, да, или исламисты, которые внушают какого-то отвращения. То есть, вот, пожалуйста, мы видим, что воспитание действительно приносит человеку очень часто страшный вред. Именно потому, что встраивать его в те парадигмы, которые уже существуют и которые, как бы, должны воспроизводиться. То есть, здесь, как раз вот это воспитание, оно завязано на том, что человек не мыслится как самостоятельно особь, на чем просто он все время будет, на старе, а мыслится только как, вот, так сказать, отросток рода, продолжение рода, то, что войдет, входит в некоторый организм или еще что-то. То есть, на самом деле, в чем правда, любое воспитание это социализация, любая социализация это воспитание, потому что это такая стройка и подстройка человека под некоторое общество, которое, собственно, ну, может не подготовить людей для себя, либо они оказываются из них волны швырмуты. Вот. И, собственно, вот на этом уровне возродить толстому абсолютно нечего. И в этом смысле, действительно, единственное, что мы можем сделать для ребенка, это по максимуму оградить его от всяческого воспитания, как со стороны нас, так и со стороны общества, для того, чтобы он, вольно выбирая, да, вырос в том, что, как бы, он собой как-то где-то в глубине представляет, в надежде, что он сам сориентируется и сам запросит то знание, которое ему нужно, на чем, опять-таки, толсток говорит, наставит, да, что знание должно быть только по запросу. Опять совершенно, гениально, абсолютно верная вещь. Вопрос в том, как, каким образом формируются запросы. У меня запросы, которые существуют и свидания, когда... Вот. В общем, короче, здесь мы не поймем... Потому что слишком много. Здесь мы не поймем, где курица, где яйцо. Вот. То есть, с одной стороны, все эти его резкие позиции абсолютно верны, а с другой стороны... Но как только мы, вот, сделаем такую ступительную конструкцию, но прежде чем получать от него запросы, нам все-таки надо сформировать эти запросы, мы тем самым потрениваем все дальнейшее, как бы, струблю, которое... И вернемся к воспитанию. А что воспитание очень плохо, нам вообще-то уже показали и доказали. Вот. Вот толстой мастер загорелись у нас вот в эти вот самые невозможные для выхода ситуации в позиции, потому что он берет для себя произвольно некоторые основания и начинает отсталкиваясь от него, рассуждать вполне исключительно логично. Вот. Вопрос в том, где он поставил это основание. Вот. А это никогда не проговаривается. Вот. Поэтому по отношению к этим даже ранним статьям Толстого, критики либо взводили руками, либо начинали такой вот жесткий разбор, который на самом деле очень часто бил в нему цели. Потому что все те позиции, которые Толстой высказал, они, безусловно, требуют нашего самого пристального внимания. Их нельзя нелегко отбросить, ни тем более их нельзя легко оправдывать. Вот. Но что делает Тостоевский, когда он создает вот этот вот свой ответ? Ну, да, наверное, ответ, может быть, знаете, вот в ранней статье Толстого. Здесь, прежде чем все-таки перейти к Достоевскому, нам нужно сказать еще одну вещь, а именно о любви. Потому что вот в этих самых ранних статьях Толстой говорит о том, что любовь — это как бы то, что, да, соглашается со своими критиками, что любовь — это именно то, что, так сказать, ну, будет основой для преподавания, будет основой для школы. Любовь к чему? Любовь к своему предмету. Совершенно верно. И любовь к школе. Вот. Есть решение. Зафиксируем его, как вот это единственное решение, данное Толстым. И посмотрим, что делает Тостоевский. Кстати, опять-таки, речь пойдет сразу о любви и о счастье. Вообще, в ответ на какой вопрос начинается, собственно, рассказ о детях. Агелаида говорит князю. А теперь вы расскажите, это о наших лицах, ладно, а потом, а теперь вы расскажите о том, как вы были влюблены. Князь Мышкин несколько про первым, я бы сказала, да. И... И дальше он говорит после настойчивых требований от Толуида. «Я не был влюблен», отвечал князь, так же тихо и серьезно. «Я был счастлив иначе». И вот, собственно, отсюда, с этого «Я был счастлив иначе» и начинается разговор, по сути, о швейцарской школе князя. Но только эта школа, которая строилась одновременно на тех же принципах, о которых говорит Толстым, и в то же самое время на чем-то совершенно другом. Потому что первое, в чем абсолютно согласны Мышкин и Толстой, это в том, что от детей не надо ничего скрывать. Не надо никак фильтровать или, значит, сведения, да, которые мы им даем, и не надо решать за них, что им можно и что нельзя знать. Главное, так сказать, положение, что ли, Мышкина в его, если можно так сказать, педагогической программе, это «Детям можно все говорить». «Детям можно все говорить, и они все уже знают, и они может быть лучше нас поймут». Вот. И, собственно, казалось бы, это абсолютно то же самое, что говорили как нам и там. И казалось бы, точно так же вот эта вот история Мышкинского взаимодействия с детьми, это история о том, что делает с человеком воспитание и как как бы этому воспитанию можно противостоять. Потому что почему дети начинают кидать, ну, вообще преследовать Мари, да, и кидать камни в Мышкина, которая пытается ее как-то защитить, да, потому что их воспитали. Им транслируют вот это вот свое сознание того, что такое падшая женщина, да, что это женщина, которая виновата, а не жертва в ситуации, да, что это то, с чем нужно, что нужно как-то, так сказать, извергнуть из общества, это вот какое-то отребье, которое, собственно, и заслуживает исключительно вот этого не уничижительного, даже, а уничтожающего отношения. Она то, что нужно уничтожить, она то, что, так сказать, разжигает социумом, железом, и дети уже вполне сформированные тем самым социумом, вполне сформированные полипалы своих родителей, казалось бы, и они просто делают то же самое, что делает весь остаток социум по отношению к этой бедной Марине, которая, кстати, сказать, и сама абсолютно с этим социумом согласна. Но что происходит дальше? А дальше происходит полное расхождение с теми перспективами, которые здесь были сформированы. Потому что то, чем занимаются мышки, это именно и прежде всего воспитание анекдоза. Но это воспитание, которое достигается абсолютной открытостью одной личности по проблеме и этой личности. Это воспитание, которое построено именно на том, что детям говорят все и абсолютно открыто. Абсолютно никак не таясь. То есть это воспитание, которое построено не на сокращении, не на редукции доступной информации, а на оборот, как бы на прекращение вот этой редукции возможно. то есть на полной открытости по отношению к тем, кто должен принять решение на основании вот этого полного знания. И собственно именно в этот момент все меняется. Именно вот этот постоянный разговор с детьми, которые сначала не хотят слушать, которые сначала бросают камни в того, кто говорит, которые сначала всячески смеются и прерывают то, что он говорит. А он просто говорит и не останавливается. И вот это собственно и приводит в конце концов вот эта вот открытость, в том числе открытость явной агрессии, открытость вот этим вот камням, которые вы борете, да, открытость всему, все ярости вот этого социума, который знает как надо, который устойчив в себе, который сформирован как бы выплеском ярости, которого становятся вот эти вот дети, да, вот ни в какой момент не ставить между собой и им никаких преград, ни в какой момент не оказывается как бы по другую сторону брюха, потому что вот в этом рассказе о том, что происходит у меня спешки ни разу никого не осудили, ни разу ни с кем не оказался в конфронтации, несмотря на то, что с ним оказывались конфронтации вновь. Он все время говорит, ну они даже на меня разознались, но я потом с ними помирился. То есть если вот этот барьер ставится с одной стороны, то с другой стороны идет только вот это вот перемирие, примирение и постельдение. А дальше князь Мышкин говорит еще одну удивительную вещь, которая как раз снимает вот это вот противостояние довольно жесткого у Толстого, потому что у Толстого есть себя обучающий и обучающийся. И собственная цель обучения это достигнуть этого равенства и тогда обучение а соответственно для общения в общем прекращается потому что он дальше не может. А вот князь Мышкин говорит, тому учителю, который учит этих детей что-то совершенно другое. Я говорю, в конце концов ему сказал, что мы-то их с вами ничему не научим, а это еще они нас научат. То есть оказывается, что вот это само обучение равно как воспитание это не односторонний а двусторонний процесс с точки зрения доставив обзвучения оборудения. Мышкин скажет, я потом все четыре года и читал, и учился только для того, чтобы им рассказывать. То есть собственно вот этот вот запрос на знания, который от них поступает в очень сильной большой форме, он еще и маркируется постоянным ростом того, кого они выбрали учителя на самом сооружении. Собственно рост учителя обусловлен вот этой потребностью обучающегося, а одновременно они еще нас с вами могут научить. То есть что-то, что может быть не относится к области сведений, относится к области структуры человеческой души, что ли, да, оно как раз скорее берется учителем от тех, кого он учит, потому что это именно что души все-таки еще наимене искаженные тем самым воспитанием, которое есть редукция знания, да, вот, и оказывается, что воспитание может быть разным. Есть воспитание как редукция обучения, как редукция вот этого, доступная информация, как редукция познания, а есть воспитание как полное раскрытие, наоборот, всех, всего знания, которое до того давалось как-то фрагментарно. Есть воспитание, которое, воспитание именно потому, что оно позволяет увидеть человеку абсолютно полную картину и тогда самому судить, что хорошо, что плохо. Есть воспитание, которое собственно соединяет личности накрепко, а не ведет их к тому, что одна просто использует другую, пока не станет вровень с ней, да, и, так сказать, после чего ее можно отпустить и отбросить, потому что вот эта вот ситуация обмена, она может длиться практически бесконечно, в отличие от ситуации отдаваемого, да, потому что он отдал все, этот вырост, так сказать, до его уровня, он больше нечего вместе делать, но если они оба учатся друг у друга, то это абсолютно бесконечный процесс, и здесь собственно Достоевский объясняет Толстому, который потом все время уткается в своем стремлении желания учить, что это неплохо, что это не из-за гордости, что это очень естественное и гораздо более глубокое человеческое желание быть причастным к другой человеческой судьбе, что собственно это и есть главное, чем другой человек может, один человек может послужить другому, вот этой вот взаимной причастностью к судьбам друг друга. В романе «Идиоты» дальше Ипполит будет говорить о докторе Гаазе, который собственно не пропустил ни одного заключенного за 30 лет и каждому, как бы в судьбу каждого вошел маленьким облегчением вот этой самой его судьбы. Маленьким облегчением, маленьким обучением, маленьким шагом к нему, и его даже не то, чтобы очень уж так с благоговением вспоминали, да, скажем, Ипполит, но его помнили самые страшные разбойники спустя 20-30 лет после встречи. То есть какую-то черту не следил, он у них оставил. Вот с точки зрения героя Достоевского и, наверное, самого Достоевского в этот момент, суть вот этого общения личности не в том, что они выравниваются в Достоевске, не в том, что в конце концов один знает то, что знал другому, а именно в том, что они становятся внутри своих судеб причастны один к другому. Собственно, главное, это вот это состояние человеческой причастности, которое и есть вот в том, так сказать, формирование того нового человеческого тела, где человек не считает себя клеточкой в мозге или в печени, не важно, это все равно очень унизительное состояние, а где человек понимает, что его границы собственно совпадают с границами человечества, что это просто его настоящий размер, и что через вот эту вот свою причастность к судьбе каждого в человечестве или тех в человечестве, с кем он поспоричал, он и входит в это абсолютно единство, которое не унижает никого, а наоборот расширяет бесконечно твои собственные границы, даже, так сказать, изменяет твою собственную масштаб, изменяет твою собственное видение всех. Другой тоже я, и поэтому другой имеет все те же потребности, что и я, и другой заслуживает того, чтобы его потребности, в том числе и потребности в духовном росте, которые Толстой не определил очень правильно, как вот эту самую способность работать для другого, да, они тоже удовлетворялись, не только Марина и Бога. Ну, и последнее, о чем нельзя не сказать, говоря об этой теме, это то, как Достоевский отвечает нам вопрос Толстого о непротивлении злу насилия, ну, то есть вообще о насилии христианства, да, насилии в христианских странах, которые, собственно, есть, как бы, с точки зрения Толстого и Рейдки, с ним нельзя согласиться, нельзя не согласиться в этой радикальной вопросу, да, самое большое зло, самое большое разделение, вот, и самое большое, так сказать, унижение человека, вот, и Достоевский задолго до того, опять-таки, как это положение будет Толстым сформулировано уже прямым образом в его статье, отвечает на этот, на этот его пункт сцены, внутри романа «Идиот», которую я, пожалуй, даже сейчас прочитаю, а мы с вами темно небольшая, там, там, мы помним, что, как пришла Анастасия Филипповна, Галя там очередной раз поступает, в резкий разговор со своей сестрой Варварой, и Варвара, которую он хватил за руку, в ярости плюет Ганя в лицо. У Гани в глазах помутились, и он, совсем забывшись, изо всех сил замахнулся на сестру. Удар пришелся бы ей непременно в лицо, но вдруг другая рука остановила на лету Ганину руку. Между ним и сестрой стоял князь. Полманси довольным, проговорил он настойчиво, но тоже весь дрожа, как от чрезвычайно сильного потрясения. «Да вечно что ли ты мне дорогу переступать будешь?» заревел Ганя, бросив руку Варе и освободившуюся рукой в последней степени бешенства со всего размаху дал князю пощечину. «Ах!» спреснул руками Коля. «Ах, боже мой!» Раздались восклицания со всех сторон князь куклить му. Странным укоречивым взглядом поглядел он Ганю прямо в глаза. Губы его дрожали «Какая-то странная совершенно неподходящая улыбка привила их. Но это пусть мне, а ее все-таки не дам». Тихо проговорил он наконец, но вдруг не выдержал, бросив Ганю, закрыл руками лицо, отошел в угол, стал лицом к стене и прерывающимся голосом проговорил. «О, как вы будете стыдиться своего поступка!» Ганя действительно стояла как уничтоженный. С одной стороны, может показаться, что это один из наиболее сильных в литературе примеров как раз теории Толстого, да, вот этого самого непротивления злу, насилия. Между тем, это нечто прямо противоположное. Я бы назвала это противление злу, ненасилия. Потому что противление злу тут не только совершенно очевидно, но оно и доходит до самого последнего уровня, что ли, да, по отношению к тому человеку, на кого направлено. Потому что, смотрите, чем заканчивается. Ганя действительно стоял как уничтожен. Слово, уничтоженный здесь совершенно не случайно и вообще удостоверясь к случаям. В этом смысле, кстати, интересна фраза «Ах, спреснул руками Коля, ах, Боже мой!» Так вы понимаете, Боже мой, это значит звательный поддержку, прямое обращение, в данном случае практически принадимышка, которую Коля в этот момент опознает как, собственно, того самого Христа, который и заповедовал подставляет другую счету, на чем собственный настаивный холсток. Это основа не могут обидеть теория, а непротивление заниматься. Вот, и вот для Достоевского чрезвычайно важно, что зло, тем более зло по отношению к другому, не просто можно, а необходимо остановить. Что вот это вот самое непротивление, которое станет или вернее, противление ненасилием, да, это то, что ты можешь применить по отношению к себе, но не по отношению к другому. То есть зло, условно говоря, не должно пойти дальше тебя в совершенно буквальном смысле. То есть то, что зло, которое было обращено на другого, ты можешь остановить на себе и аккумулировать в себя сам. Вот, встав вот этой вот разделительной чертой между агрессором, да, и тем, кто подвергается агрессии, и попытаться вот этим вот способом уничтожить не человека, а зло в человеке. Опять, принял его на себя, да, и вот именно что в себе переработал. Как вы помните, Галя потом приходит к князю и говорит, да, предлагает ему руку поцеловать. Ну, давайте помиримся, хотите я другу поцеловать. И князь говорит, ой, вы так умиритесь, как бы дети умирились. Я вот уже никогда больше вас плохим человеком рассчитать не буду. Вот, потому что у вас же еще вот это вот есть. То есть, что здесь происходит в момент уничтожения, да, в момент уничтожения того, кто стоит напротив и замахивается рукой. И в этой ситуации, исходя из теории Толстого, оставалось непонятно, что же все-таки делать. Вот, именно во втором более известном обращении в дневнике писателя Канни Калининой Достоевский как раз и будет ему говорить, ну, хоть толкни только-то, чтобы он не стрелял, да, вот, женщин и детей. Ну, понятно, что-нибудь, злу, насилие нельзя, толкни уступать, ну, можно, если Толстого, если Толстого, если Толстого, что делать-то, но вот Толстого стреляет во всех, в других, не в тебя, ты тут сидишь и правильно рассуждаешь, но дело-то что? Пускай стреляет, ну, вот, и вот тут он, собственно, показывает, что делать. То есть, единственное, что ты можешь сделать, это встать на арене огня. Вот, единственное, как бы, единственное поведение это не, так сказать, пускай сами разбираются, да, и, нет, я не могу противостоять вот этому насильнику, да, встреченным насилием, да, не можешь, но ты можешь встать на арене. Вот, и тогда есть шанс, что, не уничтожая агрессора, ты уничтожишь агрессию в нем. Ты уничтожишь в нем вот то, собственно, из чего эта агрессия исходила, истекала. Ты дашь ему возможность для какого-то другого осмысления себя. И мы помним, что именно вечером того же дня Ганя отказывается от этих самых ста тысяч, Анастасия Филипова, что для него как бы, чего от него никто не ожидал, да, вот, но, да, но было видно, что он, но было видно еще друг друга, что он не пойдет и не хочет идти. Вот. То есть, с Ганей, Ганя уже как-то поменялся. Ганя, который до этого там много месяцев думал, как раз именно на том, как он женится присвоить себе деньги женщины, которая уже возненавида в конце концов как свой кошмар. В ситуации, когда он мог получить эти деньги гораздо более легким способом, чем тем, которые он себе придумал, он от них отказывается. Анастасия Филипповна оставляет ему эту плачку и на следующий день он приносит и князю. Мы же ему с просьбой передать. И не важно, что как-то стаецкий строит, в дальнейшем течение романа он несколько, может, и не один раз пожалел о том, что он тогда надо сделать. Но именно в тот момент, именно за счет вот этого действия князя, то, что в нем было настоящего человечества, победило вот это все наносно, то, что внушено было вот этим вот самым социальным воспитанием и процессом социализации, потому что Ганя очень отчетливо там данным как социальный конструкт, как тот, который, так сказать, подхватил вот эти все новейшие идеи, которые стали здесь распространяться стремительно, как вот эти вот идеи мгновенного и скорого обогащения. И именно за счет того, что вдруг ему открывается глубина самого себя, он совершенно изменяется хотя бы на время. Вот, собственно, вот, как отвечает Достоевский на те вопросы, которые Толстой перед собой ставит и перед нами ставит. И еще раз хочу сказать, я думаю, что Достоевский очень его любил именно за дискомпромиссность в постановке вопросов, на которые ответить было можно, на которые Толстой получалось ответить на самом деле окончательно. Ответить было можно, а мы только проверить, а там и совсем другие. Спасибо. Спасибо, Татьяна Сажева. Есть ли вопросы? Вопросов нет. Нет, если есть вопросы, то... Я... Много... Я спускаю на вопрос. Нет, кто-то хочет задать вопрос. Ваши процессы не может? Ну, хорошо. Скажите, пожалуйста, мне кажется, что полстой как выдающийся психолог не мог не понимать, как там говорил об образовании, что там есть только двусторонний такой процесс, чтобы достичь на этом уровне, что независимо от того хочешь ты этого или нет, ты это даешь знания, но одновременно ты воспитываешь. Много не было. Потому что личностное воздействие мне кажется никак для людей здесь. Вот понимаете, в чем дело? Я тоже пока я читала эти статьи не в первый раз. Все равно возникает вот это ощущение того же не в первый раз. Я не в первый раз. Я не в первый раз. Я не в первый раз. Но тем не менее он абсолютно все время последовательно это исключает даже просто именно как так сказать анти ну как бы вот главно главное что ли препятствие в деле образования. воспитание становится главным препятствием для тамского телеобразования. Мне кажется ребён что кто-то родит он строит нашу современную ситуацию. Он был в восторге от всех компетентов обучений так сказать обучения без влияния преподавателя обучения которые направлены ну тех же ВИК там и все числые ВИС вот А мне тоже кажется он поможет и получается вот Вы знаете да как раз тем более что в ФБ идет третий уже день обсуждения вот этой новой инициативы с введением вместо лекторов записанных лекционных курсов и вот что школа экономики предложила вот и да с одной стороны как бы это вот именно то что Толстой говорит и как бы те кто это предлагают они в каком-то смысле основываются да они может не ссылаться я ни разу не но они безусловно могли бы основаться на том что говорит Толстой то есть они предполагают что процесс чтения лекций это именно такой процесс прямой передачи знаний без влияния в общем личности лектора и если даже с влиянием личности лектора потому что она все-таки присутствует то в любом случае в отсутствии прямого контакта прямой причастности обучающимися и обучающимися вот и вот я честно говорю я не знаю на что это стоит на все это с реальностью потому что с одной стороны это просто прямое доведение до конца его же положение базового а с другой стороны толстой ведь еще абсолютно уникальный тем, что он постоянно менялся несмотря на то что вот эта базовая основа у него всегда оставалась и в прежней в каком бы смысле он был очень неподвижен он в другом смысле был одной из самых изменщих фигур вообще наверное всего 19 в и очень многие вещи он начал понимать уже очень поздно в том числе например о ценности женщины и об общении общения с женщиной он стал понимать только когда своей дочери верстит потому что раньше все было иначе поэтому на самом деле как бы он среагировал я совершенно не берусь к кредитации потому что я думаю что он нас по для совершенно очевидно с другой стороны он говорил об этом как люди и не ставили с третьей стороны он говорил об этом так чтобы получить нормальную стоим невозможно А с другой стороны, без этой постановки вопроса, мы просто продолжали бы спать и вообще как бы... Я понимаю, давайте все-таки не будем отдаляться. Очень интересный вопрос, я просто хочу на него ответить. Дело в том, что вся эта дискуссия основана на каком-то недоразумении. Вот у меня все время возникает такое впечатление, что речь идет о каком-то недопонимании толстовской позиции. Все-таки какое воспитание отрицал Толстой. И Толстой, период журнала Ясная Поляна, и Ботень Толстой. Речь идет о насильственном воспитании, о насильственном привитии. Да, то есть если мы возьмем Эмиль, он вообще воспитывается. Там есть процесс воспитания. Очевидно, что воспитание заключается в данном случае в том, чтобы как можно лучше развить то, что вложено в человека. То, что есть его настоящее я. Собственно, за это воспитание Толстой не попало. Да, конечно. В этом и была суть его реформы педагогической. Какой еще вопрос, пожалуйста? Я знаю, что Толстой также прекрасно принимал взаимодействие с обмением. Взаимно обмением влияния между собой и учениками. Он уже удивлялся тому, как христианские дети учат его, какое они влияние оказывают на его рабственное. И очень радовался, читая их сочинения. И именно указывал на взаимное влияние. Потом, если он писал о любви, то есть, отрезвывание, что учитель непременно должен работать над собой, любить себя. Это и значит, что это и есть залог того воспитания, того примера рабственности, который учительку дает ребеночку. Потому что, если человек любит свой предмет, он обязательно любит детей. Он любит, он любит все живое. То есть, любовь, это, как вообще-то, это прям неопределенность других средств. Это среда. Но, по всякому случаю, жизнь, жизнь показала, что дети настолько полюбили эту школу и ее общий типик. Что сказали, что вошли во дворе школы, и с тем, чтобы не пропустить начало занятий, и никак не отдаляться от этого источника света. Поэтому все, что написано, нужно считать в совокупности. И если какие-то моменты, чтобы вынуть из этого контекста, то, конечно, можно любую теорию построить. Но Толстой, мне кажется, со всей очевидностью показал, что он был прекрасен для Бога, и что он именно воспитывал, воспитывал своим примером. Ну, как бы, конечно, если вы видите, войдя в классы, вы видите Путю Малу, Трики, Драку, не нужно было, значит, вступать в борьбу с этим. Спасибо. А просто берите к нему и садитесь и читайте. Вот это и есть момент воспитания. Это и есть момент воспитания. Просто это не нарячие воспитания. Помните. Вот, Татьяна Александровна, я слушал фаску Мышкина. Да, вот так вы рассказывали. Вы знаете, хотя вы вот противопоставляете, да, тут раз и внутри. Я, как бы, тут два разных взгляда на педагогику, но на самом деле это так напоминает истополярскую школу, и отсутствие преград между учителем и учеником, и принцип взаимности, который Толстой тоже обосновывал своих педагогических работ, кстати говоря. На самом деле, мне кажется, что тут Достоевский не столько противопоставляет два взгляда на педагогику, сколько, может быть, вот пытается, что называется, вот в такой вот художественной форме отразить то, что Толстой писал в своих теоретических статьях и пытался воплотить на правду. Не согласны? Я, по-моему, ни слова не скажу о противопоставлении. У вас это было. Вы говорите, Достоевский отвечает о том, что... Можно я отвечу, да? Я ни слова не говорила о противопоставлении. Я говорила о том, что Достоевский добавляет еще один уровень, который у Толстого в его теоретических статьях стабильно отсутствует, который, наверное, не могла не вносить в жизнь своих корреляциях, но который совершенно не описывался Толстым в его теоретических положениях и в его, как бы, вот этих вот там, тех посылках, которые он, собственно, предлагал городу и миру, да, для того, чтобы начать перестраивать вот это вот обучение. Дело в том, что у Толстого всегда так ровно и происходило, что он давал какие-то одни посылки, которые били в лоб, которые вызывали страшное у кого-то негодование, у кого-то смех, у кого-то, ну, просто, так сказать, да, отвержение по принципу, ну, вообще, да. А между тем, это были самые настоящие вопросы, решение которых не находилось в тех теоретических плоскостях, в которых Толстой их ставил и развивал. Слушай, в смысле? Вот. Вы согласны, что, когда в Толстого говорили, дети у нас еще очень увольны, то Толстой с этим абсолютно сломал? Толстой это даже, так сказать, не раз опишет в своих текстах. Но когда он пишет о теории отношений между обучающимся и обучаемым, он как раз все эти вещи стремится по максимуму доминировать, и именно для того, чтобы максимально прояснить свою основную мысль. И эта мысль на самом деле очень существенна, и она абсолютно, как бы это сказать, она не уничтожает, этот вопрос не уничтожается решениями его на другом мире. Этот вопрос, так как он поставлен, вот вообще о возможности вот этого самого влияния, а что значит насильственно и ненасильственно? Ненасильственного влияния, с точки зрения Толстого в этих статьях, вообще не думают. Но все насильственно. Вот. И он ставит вопрос здесь именно и только так. Мало того, он не просто его так ставит, но мы его в этом именно, в этой именно постановке не сможем преодолеть никакими решениями на других уровнях. Он все равно будет стоять. Вот в этом совершенно уникальная способность Толстого, так сказать, пробить какие-то самые базовые точки, которые для нас абсолютно, как это сказать, они как бы выводятся всей культурой из нашего поля зрения. И то, о чем вы сейчас говорите, это собственно вот такое же выведение острой постановки вопроса Толстого, опять из нашего поля зрения. Да зачем вы, значит, вот так он на самом деле вот вовсе ничего такого в виду не имел. И вот такие ответы он тоже получал. Что типа, ну на самом деле это все, он страшно возмущался. Он говорит, да нет, я поставил вопрос вот так, отвечайте мне на мой вопрос наконец. Вот. Потому что для нас то, что он говорит, это то, что разрушает как раз нашу вот эту вот самую социальную настройку базовую. В которой воспитывать это хорошо, воспитывать надо обязательно. Причастность личности одна к другой, это ну в общем тоже дело хорошее, как же мы без этого, да, там вот неразрывные связи, да, там дитя с семьей, матери с ребенком, да, учителя с воспитанниками, как это ты не хочешь пойти к нашей первой учительнице, у которой мы 30 лет назад учились, мало ли, что она тебя там в туалет на уроке вообще даже не пропускала. Или не пропускала, или пока не пропускала и так далее. Ну вот, в общем, понимаете, это как раз все те вот эти вот самые буами, вот эти вот самые, да, занавеси, которые мы пытаемся набросить на очень резкую постановку толстых, всех этих вопросов. Спасибо, ему и ряд, и не ряд, и вопрос. Я, конечно, спорезала, вот это, Александр, я шла сюда, что я услышу, что многое по посту он называл смех, что многое он не понимал, понял только в конце жизни, как у нас. Ну, я не буду долго говорить, поддерживая, так сказать, уже другие замечания, что у ТОСО есть статья, кому-то учатся писать, там, крестьянские детей, крестьянские ребяты у нас, и нам, крестьянских ребят, есть принцип там, пламазии, взятые изменения с философией, да, это ты, мы будем об этом спорить. Я просто хотела обратить наше внимание к более филологической основке вопроса, хотя у нас философский семинар. Получается так, что общие, теоретические, не буду говорить о том, насколько это отражает, вот, Григорий Владимирович сказал, что это не совсем позиция Толстого, ну, допустим, а они противопоставляются в армии художественной ткани романа Достоевского. Я думаю, что это совсем корректно. Мы берем статьи, мы берем внехудожественные тексты, то, что в них выражено, и потом отстраиваем над этим, что Локон Достоевского был один. А, наверное, это дело нельзя. Кроме того, рассказ Люцин, где Дмитрий, видимо, от них юных, его главной персонаж, это все-таки из записок на них, согласитесь, не то, что, ну, скажем, является такой вот прям философской позиции, она же не русская, конечно, может, об этом говорить, но это особое отношение наратора, там, а-та-та-та-та, то есть, что, и мы. Хотела сказать вот что, что если сопоставлять позицию романа «Экинер», как раз я хотела услышать, ну, наверное, так сказать, кажется, свой колокольник пришел, и, скажем, я хотела бы, что-то у нас вам услышать представление образов, то, что есть, его говорят, и пишут о том, что и не только Пьер Безухова с князем Мишкиным, но и первый фит, Андрей Бакутского может поставить. Вот этот момент, когда, как вы думаете, ведь у Толстого вот эта сцена, когда на Баранинском поле нет сопротивления в резервах полка князя Андрея Сталин, она мима, на еще поле, в общающем уровне, как раз и говорит о том, что делать, встать на эту винию, на которой происходит агрессия, и непротивление подает это зло. По-моему, сравнивать надо эти сцены, действительно с Ганей и с Баранинским сражением у Толстого. То есть сравнивать художественные произведения до философии художественных, которые не выражены. Как вы думаете? Вы очень интересные вещи сейчас рассказывали. С одной стороны, нельзя сравнить художественные произведения с публицистическими текстами, а с другой стороны, а почему вы пишете, что я волнуюсь? Мне очень интересно, А с другой стороны, вот Люцерн, а там все-таки это не авторская позиция, а позиция персонажа и так далее. Ну так, вот, не кажется ли вам, что это высказывание некоторым образом противоречило своей собственной конструкции? я же исходила вот из чего. Достоевский каким-то образом отвечает в романе «Идиот» именно на публицистические тексты Толстого. И это как бы, в общем, даже по структуре текста достаточно очевидно. И дело не в том, что я сравниваю публицистические тексты Толстого с художественным текстом Достоевского, а дело в том, что я пытаюсь показать, как Достоевский это, так сказать, трансфигурировал и как он на это ответил. Это его акт. Это не мой акт, вот этого сравнения. Это акт переклички вот в этом самом историческом ваннуки, если хотите, вот этих самых текстов, в которых они перекликались совсем не всегда художественными с художественными. А очень часто как раз художественное было ответ именно на публицистику. И публицистическое было ответом на художественное, что как раз именно в диалоге Толстого с Достоевским и максимально видно, потому что как раз на Анну Каренину он отвечает исключительно публицистическими текстами. А вот как раз на ранний этап статьи о педагогике Толстого от Достоевского это важный момент, потому что он в 62-м году тоже примерно начинает писать статьи и о педагогике, и о влиянии литературы вообще на человека и так далее. Начало ряда его, так сказать, двухлетней публицистики такой вот постояльный, да, потом он опять прекращается в это время. Это именно разговор. Это совсем не мое сравнение, где там чего на что-то было похоже. Вот. И это именно вот та беседа, которая, так сказать, длится, которая длится как состоявшаяся, в отличие от их несостоявшейся личной встречи. Я думаю, что вывести парадигмы это 1869 год идиота из соотношения с парадигмами, эпизодами войны, все-таки, наверное, не должно. И не как бы игнорируя вот эти вот связи для нас, если мы говорим, да, как ответить этот совет. Вы понимаете, да, дело в том, что это совсем, на самом деле, эпизоды это совсем разный. И как бы эти мысли там идут даже совершенно по-разному, но это еще один целый особый разговор. Вы слышите, 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 произведение Кресни Толстого. Там Толстой решает задачу, как победить зло в разбойнике, который все время угрожает, при каждой встрече угрожает Креснику смертью. Ну, в следующий раз я тебя точно убью. И Креснику чувствую, что он будет бояться, что он боится, действительно, он боится смерти. Тем не менее, он находит решение. И он, действительно, он защищает, ведь разбойник везет в следующее премию, которому хочет покурить усилие и все еще и ведь премьер, потому что вопрос решается о том, что в художественном произведении тоже как активное противление и насилие. Ведь он победил разбойника, победил разбойника ненасилие. Скоро еще? Очень крайне вопрос. Стать ростом. Противление с насилием, конечно, оценка делается на насилие. Не противление, а на насилие. Вроде как ненасилие можно противиться, а вот насилие нельзя. и тут мне кажется, что противоречие от насилие, как мы говорили, люди обсуждали, что идиотия другой подсоск именно вот может практический вопрос. Преподаватель военного дела очень любит. Извините, сначала мы вот этот вопрос обсудим, потом его задавайте. Здесь нужно задать вопрос. Вопрос хороший. Кстати, очень важен. Трактовка непротивления зло-носительства. Все-таки как правильно понимать? Вы же прекрасно знаете текст Романского «Лучше не мятна». Но вы же понимаете, что в разных текстах и в художественных текстах вы еще сможете вот это вытащить, а в публицистических текстах вы точно вот это составляющие вытащить. Так, нам привет, пожалуйста. Я думаю, что здесь вопрос в собственных рассуждении именно в протесте против насилия как такового личного, общественного, не в протесте против против протемления. Он же не пишет, что необходимо, он же не фиетист, у него отчетник фиетиста, у него очень активная позиция жизненная. То есть в этом вообще пафос толстовства, мне кажется. Всего его наследия или я не прав. Не прав в чем же? А то, что Божий на перевозе против ненасилием. Вот слушал этот вопрос? Потому что там противопоставление у вас было еще вот такое, что уставь пропагандировал непротивление злу насилием, а в идиоте необходимо противление зву ненасилием. Да, ненасилием. Нужно ответ по-моему в руках стало и в Станевском абсолютно надо это путь в песту. Вот прекратить ненасилие так же как нужно спать для того, чтобы пощечку пришлось в силу так же не можно и погибнуть перед строем так сказать турков, стреляют. Но это личный выбор и это и сам и удостоверить это мне кажется Татьяна Александровна прекрасно выстрелила свою концепцию. Нет, я не могу сказать дело не в поленнике потому что один придерживается одной точки пения другой другой дело в факт как-то мы правильно понимаем факт и вот как другого собственно в этом суть Я думаю, что все, что по поводу этого нашего обсуждения, хорошо бы тогда вернулся к тому тексту, который как раз написан по поводу конца, по поводу совершенному концу Эмману Калинину. Тем самым, к тому самому тексту, где Долстой, собственно, выразитель, потому что Долстого, в отличие от Достоевского, у которого никогда нет выразителей авторской позиции, у Долстого есть выразитель авторской позиции. Вот, и как бы, да, если 10 раз групп, кто-нибудь за 10 раз групп, кто-нибудь не услышал, то на всякие случаи. Вот, и вот там, о чем идет речь? Там речь идет о том, как, кстати, там одну главу-то называют, да, влияет на расстояние, влияет на расстояние на сочувствие. То есть, Толстой говорит о том, что все это где-то далеко, что все там, что происходит, мы не можем как-то разобраться. Вот, а у меня тут вот есть, да, жена-дети и вообще ближний круг, и как бы, и крестьяне, и вот тогда я, значит, мои обязанности по отношению к ним, а не к чему-то, что там происходит вообще далеко и неизвестно где. У меня нет личного чувства, поэтому этого личного чувства не может быть у всего народа, я сам народ. Вот, и, собственно, таким образом, здесь, а здесь уже тоже есть определенный вот этот самый момент, непротивление, да, здесь это непротивление героям обосновывается вообще тем, что те, кому причиняют вот этот самый злой, они от меня далеко, они, так сказать, дальние. Вот, а я тут буду вот только по отношению к ближним, и... А вот это вот, мне все равно. Вот, и так, и дальше Достоевский ставит ряд вопросов вполне в публицистическом ключе, которые как раз и пытаются прояснить вот эту вот... Где здесь, собственно, да, идея христианства, то есть, что все-таки насилие неприемлемо, а где здесь, здесь просто то самое человеческое безразличие, которое по отношению к кому-то вполне себе считает возможным, да, как-то противостоянно, а по отношению к вот этому самому дальнему, ну, никак, потому что в конце концов, да... Две позиции, тут никто не спорит. А, князь Мышкин, то вы, в принципе, согласился позднее с рассудением для детей писателя Достоевского? Самый главный вопрос. Князь Мышкин, вот это я не я... Мологически можно ли сказать? Нет, я понимаю, что вы представляли именно Мышкина и Толстого. Ясмышкин сделал то, что он сделал внутри романа. И внутри романа он сделал вполне отчетливую вещь, которая, кстати, вызвала массу нареканий и по отношению к основному Ясмышкину, и по отношению к его автору. А именно взялся рассуждать на тему о катлицизме. Вот. И уже даже из этого рассуждения совершенно очевидно, насколько для героя нет вопросов, которые не входили бы в его, как сказать, извините, скажу так, душевную компетенцию. Может быть, не очень ясно. Нет вопросов, которые он бы не принимал максимально близко к сердцу, как бы они не казались, так сказать, типа, это не ваше дело, да, мы с вами разберемся, они с вами разберутся и так далее. То есть для него абсолютно нет вот этой возможности удаленного, что ли, да, вот безразличия в силу удаленности. Неважно, во времени или в пространстве. Вот. И, собственно, вот это вот опять-таки ответ до ответа тоже достанется там. То есть дело не в том, что как ты себя поведешь там при непосредственном столкновении с любым злом, хотя дело, безусловно, конечно же, и в этом. Но дело еще и в том, как ты отзовешься на то, что с твоей точки зрения не имеют к тебе отношения. Спасибо. У меня два очень важных вопроса, я просто хочу успеть их задать. Не извините, вы вас задерживали. А вот тут следующее вопрос. Как же я? Да, давайте так давайте еще разговаривали. Ханс он же говорил так, который живет на крыше. Как же я? Значит, давайте применять теории. Преподаватель военного дела, он что преподает, добро или зло? И он любит свою работу, он делает это с душой, вкладывает в детей все, что только вот ему хочется. И он с удовольствием это делает. И чего же тогда? Они потом вырастут в прекрасных солдат и офицеров, устроят нам очередную войну, и мы получим, мы потом переживем. Это вопрос? Да. Да. Дополнение. Вот как? Почему? Вот прямо вот как. Нету людей там ссоя, вы вестиком революции. Вот это непротивление. Вот не ждал ли он, чтобы он жечь его усадьбу и уговаривал крестьян. Не надо этого делать? Не надо. Вы не сопротивляетесь. Работайте, работайте. Или не так? Вот вестник революции у него, вот при чужом. Это мы ссоя концепцию. Так вот у меня два одежда, но связанных с ревюционным. Дело даже не в том, как трактовать это произведение. Но все же мне кажется, что социальный аспект, ну очевидно, все-таки я поспорю с Еленой Юрьевной, там авторская позиция, она настолько очевидно выражена. Ну все понимают, что князь Никутов – это Толстой. И дело даже не только в том, что это произошло реально в жизни Толстого, вот этот эпизод в июле 1957 года. Ну это чисто толстовские рассуждения. Но там намного важнее вот эта вот религиозно-метафизическая позиция, идея объединения людей, идея всемирного духа, проникающего в все живые существа. Но неужели тут нет выхода на идею мира Достоевского, на то, чем жил Достоевский, и ранний, и в ранний период, и в зрелый период. Мне кажется, что это произведение, если все-таки не трактовать вот так вот узко-социально, оно, наверное, ближе к другим как раз к Достоевскому. Тут же дело не в вербальном выражении этой мысли. Это идея объединения людей. Я понимаю, что там можно христианские одежды ее облечь, можно там какие-то другие. Достоевский, скорее, идея разъединения. Да почему-то разъединение. Он же о чем рассуждается, собственно, почему князь Непилдов на всех ополчился. Потому что отсутствует вот это единство, которое мы рисуем. А если мы говорим, что рисуют только как раз разъединение, а не объединение. Такое дело нет, а рассуждение, там же самое главное, авторские рассуждения. Дело же не в том, кого там Непилдов осуждает. А вот финал этого произведения, это авторские рассуждения, где он, вот чисто по-толстовски, надо сказать, что во многих произведениях уже молодого Толстого, эта идея, она проходит красной нитью, вот идея единства. И мне кажется, что тут, ну, прямой выход, наверное, на рассуждение любимых героев Достоевского во многих произведениях. Потому что не только князь Непилдов, но и во многих из них призываниях можно найти. Вот выход на этот идеи для мира. Я бы очень осторожно отрелял слово «едиться». У Бернадо много христианских детей. Ну, я думаю, Бернадо много. Учил Толстого танцевать пазуху, тоже не учили, и там христианских детей не учили. Это мы знали, да. По-французски-то они так и не учились говорить, почему? Второй вопрос... Вот она говорит не разделение. Два народа было. Два народа было в России. Одни по-французски говорили, а других по-рубски. Нет, народу... А, ну, поборешь? Ну, и второй вопрос, это я уж тогда его затрону. Это же сцена казни, вообще ощущение вот этого господства, темного оно, которое ощутил и Достоевский, и Толстой, и которое тоже получило отражение вот и в их творчестве, и, ну, это очень значительные эпизоды. Фактически Достоевский до 49-го года, после 49-го, это, наверное, разные люди все-таки. Да, нет, ну, там потрясение было колоссальным, да. Потом это в «Идиотиже» тоже этот рассказ получил отражение. У Толстого это «Смертная казнь в Париже» в 57-м, потом казнь рядовую Шигунина, которую он не смог предотвратить, и, наконец, роман «Война и мир» как пьерно наблюдает сказью мусских пленок вот это господство темного «оно». Да, вот это господство темного начала, которое вот-вот лишит нас всего. И вот описание и ощущение этого, вот, как вы считаете, можно... Вы понимаете, в чем дело? Вы как раз сейчас спрашиваете ровно о том, о чем я пыталась говорить. У Достоевского и Толстого очень часто встречаются одни и те же темы. Но решаются эти темы абсолютно по-разному, в том смысле, что они решаются просто, ну, на разных совершенно уровнях. Я не говорю о том, кто лучше, кто хуже, ни в коем случае. Я очень люблю о том, чем дальше, тем больше. Вот, на самом деле, да, потому что, как бы, я понимаю, вот, всю вот эту вот могучесть его, если хотите, угловатости. Потому что, ну, вот он все-таки поставил перед нами вопросы, которые не обойти уже. И все равно так или иначе, на них все равно придется отвечать. Но, вот вы хорошо описали, что, о чем говорит Толстой, когда он говорит о всех этих смертных казнях. О чем говорит Достоевский? Я вам сейчас прочитаю. Это вообще просто, вообще о другом. Достоевский в тюрьме посидел, там в логое фон. А Толстой в тюрьме ел. В тюрьме ел. Бедокрыдеев не видел. Один сидел. Толстой умерший сопереживать другого, вот он, наблюдая смертную казнь, он фактически ощущал то, что он мог бы ощутить вот человек, который стоит вместе. Нет, он сам бы ощущал, что его могу сказать. Здесь мой разгон проникал, это уникально. Достоевский мог не казнить, он этого ждал. А даже Толстой не ждал. Вы знаете, это событие, 57-й год, казнь через Девятину в Париже, оно произвело на Толстого такое впечатление. Он вспоминал сразу нескольких произведениях, выисповедей, катать это, что же нам делать, спустя много лет. И, ну, это было действительно для Толстого потрясение. Может быть, в каком-то смысле оно не было таким сильным, как у того, кто стоял на шахоте в ожидании казни. Но все же это... И тут именно вот, да, момент сочувствия, сопереживания, возможность перенести с другого человека. Тут тоже вот, тут тоже выход на эту идею. Вот сейчас смертную казнь отменили, смертную казнь отменили. А ведь все против. Все против, что вы не за. А вы не за. А что вы сделали? Позволите. Значит, вот, вот, как ли, раз в романе «Изиот» идет описание, да, вот этого самого предсмертного состояния человека. И о чем же идет речь, да? Он умирал 27 лет, здоровый и сильный, прощаясь с товарищами. Он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос, даже очень заинтересовался ответом. Потом, когда он простыл со товарищами, оставите две минуты, которые он считал, чтобы думать про себя. Он знал заранее, о чем будет думать. Ему все хотелось представить себе, как можно скорее и ярче. Что вот как же это так? Он теперь есть и живет. А через три минуты будет уже кто-то или что-то. Так кто же? Где же? Все это он думал в эти две минуты решить. Невдалеке была церковь. И вершина собора с позолоченной крыши сверкала на ярком солнце. Он понял, что ужасно упомнил, смотря на эту крышу, и на лучи от нее сверкавшие, оторваться не мог от лучей. Ему казалось, что эти лучи – его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними. Неизвестность и отвращение от этого нового, которое, если будет и сейчас наступить, были ужасны. Но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль. Что, если бы не умирать? Что, если бы вратить жизнь? Какая бесконечность? И все это было бы мое. Я бы тогда каждую минуту век обратил, ничего бы не потерял, каждую минуту бы счетом отсчитывал, уж даром ничего не втратил. На что я хочу прежде всего обратить внимание, хотя тот анализ может и душит мне. И да, мы сразу за двоюем про это темное оно, которое всех поглощает. Да, вот, так сказать, разношусь упадет. Достоевство нечто прямо противоположное. Вот эти вот самые лучи от крыши собора яркие, вот это и есть та новая природа, которая мне предстоит. Мое отвращение от нее ужасно, потому что я должен радикально перемениться. Сейчас что-то произойдет, что я стану точно не таким, каков я сейчас. Но моя новая природа – это вот эти самые лучи от крыши собора. То есть, еще раз, это два совершенно, две совершенно различные перспективы. Так эта новая природа, она, то есть, к продолжению жизни? Это новая природа, ну, можно сказать, к продолжению, хотя это тот момент, когда время исчезает. Поэтому понятие продолжения здесь было бы странным. Это именно та новая природа, которая абсолютно другая по отношению к той природе, в которой я существую здесь внутри. Это та природа, которая, если хотите, собственно, весь роман «Идиот» – это роман о двух природах. Одна природа, та из которой сходил на устой, та самая природа, где-то сказать, в которой вот это вот самое «я» в центре, которая, так сказать, на мгновение переступил в «Войне и мире», когда Владон Каратаев и Пьера вот эти вот сливающиеся карты. Но, опять-таки, у нас тоже выглядит совершенно по-другому и иначе. Вот. А здесь, да, здесь происходит вот это вот то раскрытие настоящей природы человека, от которого наша природа в нашей настоящей форме чувствует дикое отвращение, и ничего, собственно, больше чувствовать не может. Притом что мы все время думаем, что мы хотим быть хорошими, мы хотим там как-то преобразиться, мы хотим куда-то там к ней прийти. Ничего этого мы не хотим, мы хотим остаться в своей собственной границе. Мы изо всех сил хотим удержать на себе эту нашу сдержанную форму. Вот это, собственно, то, о чем роман идет, и о том, как князь Мышкин на каждом этапе обламывается в своих ожиданиях, потому что любой, к кому он обращается, так сказать, в жизнь, в которую он входит, и, так сказать, оказывается ей причастен, любой за всех сил стягивает на себе свою собственную форму, и говорит, нет, не пойду, нет, не пущу. За исключением Анастасии Леонидовны. Ну как, да, у которой тоже все окончается плохо, потому что как только она попыталась открыться, вот для Аглая, да, и любить всех, да, и любить прежде всего свою соперницу, так она получила так, что мало никому не понравилось. Ну просто вот в этом фразмите мне тоже видится чисто толстовская мысль. А что это? Значит, толстовская церковь? Нет, о том, что близость, да, близость, значит, и не что так, да, не позволяет нам расставить истинные приоритеты нашей жизни, как вот эта близость неотвратимого концаев, и что каждую минуту надо использовать для того, чтобы, так, изменить свою жизнь. Там эта мысль, она по-другому выражена, но она тоже присутствует. Я об этом и говорю. Все эти темы, я еще раз говорю, тем очень много лучше, но они все совершенно по-разному решены, потому что писатели работают в разных областях. Та область, в которой работает Толстой, Достоевскому почти всегда просто неинтересна. Ну, мы будем... Она интересна. Описание... Вы говорили, что Достоевский из Бога, Толстой говорит, он сам белый цвет, или не растает? А здесь самое уплевание, это самое интересное. В смысле Андрея Балконского, оно настолько, кажется, подлинным, пронзительным, потрясающим, ничего внешнего. Вот как раз у Достоевского есть какие-то внешние формы. Он как подряд, я целый... А Андрей изнутри, безусловный мир. Вот это все видение, я его потрясаю. Вообще, когда Толстой начинает говорить о смерти, он вообще совершенно не отразил, не подражает. Я с вами совершенно согласен. Еще раз, я не пытаюсь доказать, что кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то выше, кто-то меньше. Они работают совершенно в разных... Они именно, что вот такое вот идеальное взаимонаполнение. Но это абсолютно не одно и то же. Абсолютно. Никогда не делайте морать. Давайте последний вопрос. Дорогие, спасибо, Калина, за то, что Толстой не имеет Толстой. Да, пожалуйста. Я бы к Достоевску веду и Толстой веду вопрос, который я хотела обратить. Я не знаю, известен ли был Толстой тот факт, что Достоевский стоял шестым перед Калифом? Первый из уков тоже стоит шестым. Или это совпадение? Дело в том, что Достоевский об этом написал. А вот Толстой это знал или нет? Я просто сейчас не соображу, какой это был, когда он написал. Могли ли Толстой это знать? Ну, конечно. Да, это вопрос. Это, если вы не знаете, мы просто дожидали для этих текстов и предположить, что он мог читать, а потом не мог. Спасибо, Калина, за очень насыщенный, интересный доклад. Он открывает не путь. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.